В Казанском лицее 146 ученики изучают информатику и робототехнику. И это для них норма. Самое интересное в роботе это делать его логику, потому что вот даже на этом поле, то мы должны по маркерам, по блокам маркировочным выставить блоки, чтобы робот понимал, какие надо ему кабели ставить, на какие точки, и это надо все программировать. Первый месяц дети придумывают конструкцию, которая может решать данную задачу. Потом они начинают программировать этого робота. Но и самый большой этап это отладка робота, потому что робот очень много ошибается, нужно найти, где он ошибся, либо внести изменения в конструкцию. Сверстники казанских школьников в Донецке пока продумывают другие логические цепочки, как выжить. И для них это норма. Они не ходят в школу, учатся дома по интернет-связи, если она есть. Потому что опасно находиться в школе, могут разбомбить. У нас в районах процентов 80 поврежденных школ, поэтому образовательный процесс в очном формате просто не осуществить. Эти кадры мы снимали в апреле в Донецке. Даниил Уточкин тогда был руководителем 67-й Донецкой школы, которая, по его словам, находится в опасном районе. Уже не реагирует на звуки, определяет, что это вылет, а не прилет. Школу не бросал, семью только увез в спокойный регион. Я семью своего вез в Ростов, и дети маленькие гуляли на площадке. У меня ребенок, самолет пролетал, самолет пролетал, и все дети спокойно играют, а наш раз под горку, и выглядывает, смотрит. В октябре прошлого года Даниил Уточкин стал гостем Казанского лицея номер 146, который взял шефство над Донецкой школой. И тогда познакомился в том числе и с классом робототехники. Когда мы прощались, расставались, вот эта фотография как раз с коллективом, с нашим, он подарил вот эти часы, мы их сюда здесь разместили, и сказал, что настанет время, когда мы будем друг другу командами приезжать в гости, обмениваться новинками, идеями, и я очень надеюсь, что это время скоро придет. Как только станет мирно и безопасно, мы вас ждем с широко растянутыми руками. Связь Донецка с разными регионами России не прекращалась ни до, ни после украинского государственного переворота 2014 года. Вот, к примеру, царь Пушка, почти такая же, как в Москве, подарок Донецку от столицы России, сделана в Ижевске в 2001 году, с тех пор тут и стоит. И флаги российские на балконах говорят о настроении жителей. И, наверное, через несколько десятилетий точно не скажут, в честь какого по счету освобождения Донбасса назван здесь проспект. 80 лет назад освобождали всей страной, в 2014-м помогали, в 2022-м снова большая родина заступилась. Если только на территории Донбасса проживает и проживало при Украине 134 национальности, ну, о какой можно говорить, вот, тех, как можно говорить о тех ограничениях, которые пытаются сейчас выстроить на территории оставшейся, вот, на оставшейся части Украины. И дело не в национальностях и религиях, дело в человеческих отношениях. Руководитель Донецкой республики Денис Пушилин побывал в Казани на международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир». Благодарно Рустаму Маргалевичу за ту поддержку, которая оказывается. Существует очень серьезная перспектива в плане вот экономического взаимодействия. Конечно же, пока этому мешает в полной мере раскрыться военные действия, обстрелы и прочее, но это не значит, что мы не должны уже сейчас создавать необходимые площадки, не должны создавать необходимый фундамент для того, чтобы в полной мере уже заработать вот после нашей победы. К этому освобождению имеют прямое отношение жители Татарстана. Приближают мирное время бойцы из нашей республики. Разные отряды в разных частях Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Какая бы ни была история, живут здесь русские люди. Пусть они говорят на украинском языке, но это так же, как я, например, русский татарин, они такие же русские украинцы. Как приехали, они вот тут стояли. Так мы все и оставили, ничего не трогали. Люди добровольно предоставили нам место для размещения. Некоторые относятся с большим пониманием и наоборот говорят, вот давайте, хороший дом есть, заселяйтесь тут. Хоть и не родные, но домашние условия есть, конечно же, не у всех и не всегда. Сегодня дом, завтра окопы, блиндажи, а потом, может, и снова повезет. Все непредсказуемо. Первое время, да, как-то неудобно, некомфортно. Даже как бы привыкли, то, что в квартире как бы удобно, удобство, все дела. А тут, ну, со временем привыкаются. Мы баню построили, то есть у нас приезжает вода, мы по очереди уходим, моемся. Стиральную машинку купили, то есть вещи закинул, постирал. У нас генераторы бензиновые. Бани, кстати, строят прямо в окопах. Так и удобнее и безопаснее. Каждый как может. Одни обшивают теплоизоляцией, другие почти как дома делают подземную баню деревянной, да еще и с каменкой. А кто-то в палатке во дворе обустроил. И в любом случае главный атрибут – та самая буржуйка, которую присылают с родины. Дома про них помнят и не только родные и близкие. Поддержку тыла ощущаем, даже вот находясь у нас за мной в Массете, который руками рукодельницы нашей республики. Балтасинский район, Лаишевский, Чистопольский район активно нам помогают. Ну, вся республика, вся Россия нам помогает. Особое хочется выразить слава и благодарности этой главе республики Татарстан за просто неоценимый вклад, за очень мощную поддержку нашего батальона. Чем глубже копаешь, тем больше шансов на выживание. Эта истина военная давно известна. Ну и среди простых военных будней находится время и место для обычных человеческих радостей. Опять же, не каждый день мясо на мангале можно пожарить. Это скорее исключение – праздничное блюдо. А как правило, тушенка. Но и это не главное. Поддержка вроде нас ощущается прям вообще очень сильно. Прям иногда заваливают нас подарками. Это прям очень приятно. И сами командиры говорят, даже с других частей говорят, у вас в Татарстане поддержка самая лучшая. У нас даже библиотека есть. На полочке стоит целый тип книг. Вот то, что нам приходит с гуманитаркой, мы читаем сами. Потом уже после прочтения отдаем в местную библиотеку. Даже благодарственные письма потом за это получаем. Отдельная история о медикаменте. И не только от простуды, головной боли или отравления. Конечно, сложную операцию в таких условиях не сделать. Но первую помощь оказать. Осколок вытащить, кровь остановить. Сперва с переднего края мы сюда привозим. Больного стабилизируем. Потом уже в МОСЭН специальный медицинский отряд специального назначения. И в Ростов эвакуация. Гуманитарка от Татарстана. Как бы все переходит. Жена тоже полностью прям вкладывается. Жене, дочке тоже. Большой привет. Люблю, целую. Передаю привет Буинску, Буинскому району. Спасибо всем за поддержку. Абирфан, Салям, Баларга, Баларге. Единственное, я хотел бы, наверное, еще раз всем сказать, чтобы в нас верили. Мы обязательно вернемся с победой. Всем огромное спасибо за поддержку, за помощь. Ждите нас с победой. Она будет непременно. Она будет за нами. Без болдырапс. Зуфар Тавлечин, Андрей Ключников, Эмиль Бегов. Семь дней. Из зоны проведения специальной военной операции.